Полный комплект оружия Инадзумы Привет, катаны! С вами Некоджи. Наконец-то узнали, как получить чертеж лука. Поэтому в этом видео я поделюсь с вами информацией, где взять все новые крафтовые чертежи 4-звездочного оружия Инадзумы. Лежим и наблюдаем. Начнем с меча. Аменома Кагучи. Клинок, сделанный специально для знаменитого самурая, который смог сразить ловкого тенгу прямо в воздухе. Наверное, самое интересное оружие из обновления. Получение чертежа, а также основы, происходит при выполнении задания сокровища фермера. Ссылка на прохождение в закрепленном сообщении. Освободив на острове Дзинрен парнишку, получаем информацию о тайной комнате под островом. Для ее открытия нам нужно собрать 4 каменных стелы, древних стелы, каменных таблички. У них куча названий, спасибо переводчикам. Собрав их и поучаствовав в авантюре, мы попадаем в хранилище, в котором ничего нет. Затем, отведя домой паренька, от его отца получаем чертеж меча и основание меча северянина. Двуручный меч, кацурагикири, нагамаса. Клинок, выкованный в Татарасуне, тяжелый и прочный. Получается, на второй локации, в Каназуке, на острове Татарасуна. Нам нужно найти 3 ключа от Чигота. В комнате, которую они открывают, будет стоять сундук с чертежом этого меча. Видео с получением в закрепленном комментарии. Крест Копьё Китаин. Копьё, что раньше принадлежало прославленному воину, который охранял Татаригами на острове Иссёри. Для получения нужно пройти цепочку заданий «Наследие Урбаси». После выполнения его четвертой части, мы получим в награду чертеж копья. Видео с прохождением в закрепленном комментарии. Лук. Хамаюми. Боевой лук, когда-то принадлежавший одной служительнице. Изысканный и прочный. Он был изготовлен с использованием непревзойденной техники. Чертеж получается довольно странным образом. На севере острова Татарасуна есть НПС, предлагающий обменивать ракушки на попытке открыть один из сундуков за ним. Ракушки разбросаны по берегу. Выглядит просто как подсвечиваемые точки сбора. На одну попытку нужно собрать три ракушки. Пытать удачу можно раз в день. Точной информации пока нету, кто-то говорит, что это зависит от везения, но я склонен скорее ко второму варианту. На седьмой день попыток в качестве награды вы и получите чертеж лука. Ну и наконец, катализатор Кольцо Хакусин. Катализатор, в котором заточены воспоминания о Китсуне Сайгу из древнейших времен. Однако этих воспоминаний так много, что вместить их все в одном сосуде не представляется возможным. Получается за выполнение цепочки заданий очищение священной Сакуры. После уничтожения босса и разговора с НПС, в нее остается лишь маска. Эта маска и будет являться чертежом для катализатора. Видео с прохождением задания также в закрепленном комментарии. Вот и все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы получать больше полезной информации по геншинам факта. Большинство информации раньше появляется на моем сервере дискорда. Удачи в Таевате. Еще услышимся.